Добрый вечер, Гомель. Меня зовут Наталья Волынец. Сегодня у нас пятница с психологом. У нас в гостях Людмила Тутынина, психолог, руководитель благотворительного проекта «Психологическая школа Пелегрим». Людмила, добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Люда, я люблю пятницу. Особенно вечер пятницы, когда можно пообщаться со зрителями, с тобой в нашей студии. И еще, мне кажется, это такое интересное время, когда можно строить планы на выходные дни. Ты уже знаешь, чем будешь заниматься в эти выходные? Знаю, Наташа. Я поеду в деревню, к себе в Шарпиловку, пойду в лес, на речку пойду. Пойдешь на речку, огород, наверное, будешь урожай собирать, да? Ну, практически уже все собрала, потому что у меня маленький огород. Я больше по части собирательства травы собрать, грибы собрать, просто погулять. Просто полежать на шезлонге – это, в общем-то, не твой отдых. Я к чему говорю, что вот я стала замечать, что часто вот с наступлением выходных дней, когда мы ждем полного отдыха, сталкиваешься с тем, что мы совершенно не умеем отдыхать. Мы бегом уезжаем на дачу, у нас начинается огород, да, мы едем на рыбалку, при этом сборы, разборы. Это тоже все труд определенный. Обязательно магазин, уборка, ночной клуб. И все это забирает очень-очень много сил. А вот каким на самом деле должен быть отдых, чтобы перезагрузиться в субботу и воскресенье? И почему это так важно, все-таки уметь правильно отдыхать? Отдыхать. Наташа, ну, вот само понятие отдых, да, оно такое многослойное. Первый слой – отдых как забота о своем теле. Первое, да. А второе – отдых как развитие. Это понятие такое связано с культурой, времяпровождение, да. Поэтому что мы делаем, да? Нам очень важно вот на сегодняшний день поднимать уровень культуры заботы о своем собственном теле, да. И здесь я хочу сказать, что мы очень часто проявляем такую преступную безграмотность и халатность по отношению к самому себе. Вот я приведу, Наташа, такой пример, да. У каждого из нас дома, ну, у большинства из нас есть любимое животное, да, ну, например, собачки. Мы их выгуливаем, покупаем какие-то там особые корма, да. Мы же не кормим их тем, чем им не положено, да, и, например, не заставляем плавать, да, если это сухопутное животное. То есть мы максимально заботимся об этом живом организме. Но представьте себе, что вы, да, вот как любимое животное у самого себя, то как бы вы о себе заботились? И здесь о чем я могу сказать? Мы очень часто хулиганим в отношении самого себя. В частности, можно ли назвать заботы о себе, о своем теле? Ну, например, там, ночные гулянки, да, когда ты не высыпаешься, или когда ты ешь шашлыки на ночь. Забота ли это об этом живом организме? Это забота? Забота ли это? Нет, Наташа, это не забота. Поэтому, смотри, Наталья, что получается? Пусть сегодняшняя дискуссия у нас будет сегодня в двух плоскостях. Первое. Отдых равняется культурное времяпровождение. Второе. Отдых равняется забота о теле. Ну, смотри, многие, ну, скажем так, кто-то, да, считает, что отдыхать – это значит лениться. Особенно это касается вот людей старшего поколения. Я вот смотрю сейчас мои родители, их сверстники, да, они считают, ну, как можно просто так сидеть? Надо обязательно переделать миллион дел, пока у тебя есть на это возможность. Да, трудоголики, да, вот часто так называют категорию людей, которые считают, что если ты отдыхаешь, то это какая-то лень. Вот совет психолога, как же научиться этому, вот тому, что ты говоришь, вот разграничивая все, как научиться отдыхать? Несколько правил вот расскажем. Очень важно слово «лень» заменить на слово «созерцательность», и все станет, придет в норму. Почему? Потому что с чем это связано? Вот если, например, мы ведем очень активный образ жизни, мы за рулем, мы куда-то летим, бежим, спешим, документы нужно подписать, там, кого-то поднапрячь, чтобы было такое активнейшее движение, да. Отдых должен быть каким? Да, спокойно, уравновешенно, времяпрепровождение, да, замедлить самого себя. То есть скорость изменить немного. То есть что-то изменить, что-то изменить, тогда это будет отдых, тогда мы приобретем дополнительный ресурс спокойствия. И наоборот, если вы всю неделю сидите за компьютером, то есть вы, что называется, вот как монумент, как статуя, да, вот около этого компьютера, естественно, что нужно вам? Придать динамики, нужна динамика для вашей жизни. Это активное времяпрепровождение, это стадион, это плавание, это бег, это активные какие-то игры с мячом. То есть смена рода деятельности обязательно. Смена рода деятельности, особенно, я сейчас за что радею? За наше любимое тело, что полезно нашему телу. И поэтому слово лениться я бы хотела бы убрать, придать созерцательность. А что такое созерцать? Значит, увидеть плывущие облака, как красиво, или бегущую речку, или как шумит лес. То есть остановиться и побыть в этом моменте здесь и сейчас. А как насчет сна? Ведь многие рассматривают еще выходные дни, как возможность выспаться до обеда. Вот с точки зрения психологии, это правильно? Наташа, это не полезно, однозначно. Психология говорит так, лучше лечь пораньше. Пораньше это значит вовремя, а не позже десяти. И встать, как обычно. То есть вот об этом идет речь. Но если вы спите до обеда, вы встаете рыхлым, сонным, и вряд ли это пойдет вам на пользу. Лучше в течение дня делать такие перерывы, когда вы садитесь, погружаетесь в себя. Кто-то называет это релаксация, кто-то говорит медитация. Неважно, но закрыв глаза, отключившись от чего? От гаджетов, от внешнего мира, да? Просто побыть вот в этом моменте, здесь и сейчас внутри себя, созерцательном таком моменте. Это очень полезно. Но, Наталья, не спать по часу днем, даже полчаса, это много. А 15-20 минут. Это может быть кресло, это может быть, ну, диванчик пусть будет, какой-то лежачок, это может быть на поляне где-то, это может быть под деревом, где угодно. 15-20 минут. Ты знаешь, сегодня я разговаривала с подругой, она говорит, что муж на выходные забирает детей, уезжает к свекрови, и у нее такая проскользнула фраза, ну, наконец-то я отдохну. Вот скажи мне, пожалуйста, отдыхать, в принципе, лучше всего в одиночестве или, скажем, в кругу, ну, друзей, компании какой-то, семьи? Как лучше? Хочу руку пожать этому мужчине, который забирает детей и едет к свекрови. Расскажу в связи с этим одну сказку, историю или притчу. Это сказка о северных народах. Она очень важна для понимания женского организма и что требуется женскому организму, да. Смысл этой истории в чем? Прокуливался молодой человек по берегу озера и вдруг увидел красивую девушку, которая подошла к озеру, порылась в кустах, нашла шкуру тюленя, одела эту шкуру и нырнула. Она в воде плескалась, там ныряла, наслаждалась жизнью, вернулась на берег, сняла шкуру тюленя в кусточки и пошла, как ни в чем не бывало. И он за ней наблюдал несколько дней. Потом решился подойти к ней и сказал, ты знаешь, ты мне так нравишься, ты такая красивая, будешь в моей жену? И она согласилась, как это часто у нас бывает в жизни. Но раз в неделю она говорила, мне нужно уйти, мне нужно побыть одной. Мне нужно уйти, побыть одной. И он ей разрешал, Наташа. И однажды он взял и эту шкуру спалил. Спалил. А у них уже был ребенок, да. Уже, скажем так, уже прошло какое-то время, да, их семьи. И она вернулась домой и спросила, зачем ты это сделал? Зачем ты спалил мою шкуру? Он сказал, я тебе очень ревну, я хочу, чтобы ты всегда была рядом, я так тебя люблю. И она ему сказала, это тюленья шкура, это та возможность, которая давала мне быть свободной и вернуться к самой себе. Это был мой самый главный ресурс. А сейчас я от тебя ухожу навсегда, вернее уплываю. И она уплыла. Мораль всей басни какова, даже не басни, а истории. В том, что у каждого из нас, мы как бы двояка природная. У нас есть природное что-то, вот как я говорила, животное, да. И нам очень важно вот это восстанавливать. Как эта девушка одевала тюленью шкуру, да, так и мы. Нам хочется кому-то... Иногда побыть в одиночестве, это полезно. Побыть в одиночестве, это полезно. Кому-то хочется как кошечке погулять сама по себе. Подожди, но ведь это же не может быть руководством для всех. То есть мы говорим сейчас о том, что это иногда, в принципе, можно так отдыхать. Я просто хочу подвести к семейному отдыху. Вот насколько важно, например, отдыхать всей семьей. Вместе с детьми, родителями. Вот для чего это нужно? Знаешь, Наташа, вот что я хочу сказать. Я размышляла по поводу семейного отдыха. Так вот, мы можем отдыхать все вместе, когда мы все уже имеем какой-то ресурс для этого отдыха. А если мы, извините меня, все изможденные, да, и вот мы хотим все вместе отдохнуть, то это будет просто не наслаждение, не радость, а горе. Как иногда вот приезжают люди на море, наблюдая, как семья, да, вот отдыхает. Начинается с чего? С конфликта. Иди туда, сделай то. И все ссорятся, ругаются. То есть о чем я хочу сейчас сказать? О том, чтобы не запускали люди себя, не доводили до крайнего какого-то истощения, да, поодиночьей. То есть каждый должен позаботиться о себе сам. И потом получится шикарный семейный отдых. И потом получится шикарный семейный отдых. Хорошо, вот если вернуться к этой теме, а зачем, в принципе, родителям и детям вместе проводить вот свободное время? Что это дает отношения? Наташенька, ну, если мы говорим о формате семья, да, что-то же должно скреплять, да, в частности, например, там, общее приготовление еды, да, общая прогулка, общая игра. Вот, например, общее приготовление еды вместе с детьми. Что конкретно она дает в этих отношениях? Ну, я так понимаю, детям она дает какую-то поведенческую ситуацию, да, на которой они могут учиться жить дальше, так? Наташа, ну, это же не просто, ну, например, лепят пельмени, да, лепят пельмени, они же еще и говорят об этом, говорят о какие-то свои темы, каждый может высказать свою точку зрения. Это такая вот, создается атмосфера, атмосферное действие. Это не просто вот пельмени, можно же сходить и купить пачку, у чего париться, да, а мы ведь это делаем все вместе. То есть вот такой момент, как кулинарить вместе с семьей, это один из плюсов, я так понимаю, да? Конечно, а на велосипедах как все вместе едут? Вот, кстати, да, что еще, какие еще можно, продуктивный совместный досок назовите? Это совместные игры. Так, совместные игры. У меня рядом с домом школьный стадион, и мне очень нравится, как в выходные дни сначала выходят папы со своими старшими детками, потом подтягиваются их жены, то бишь мамочки с младшими детками, и вот они все вместе, детки, на самокатах, на чем-то еще катаются. Папа может и в мяч поиграть, и женщина тоже может и побегать, и попрыгать. То есть это все объединяет их. Ты знаешь, у нас есть один очень интересный телефонный звонок. Как отдыхают гомельчане, вот один из вариантов узнаем прямо сейчас. У нас на связи семья Лазаренко из Гомеля. Мама Светлана у нас на связи. Светлана, добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо, что вы согласились поучаствовать в нашей беседе. Сегодня мы говорим о семейном отдыхе. Вот скажите, пожалуйста, что может предложить ваша семья нашим зрителям, вот ваш интересный вариант времяпрепровождения? Ну, у нас основная работа является, мы фотографы. Так. И поэтому, как вариант, я могу предложить такой вариант семейного отдыха, провести, организовать домашний фотоконкурс. Даже если где-то и отдыхаете, у всех сейчас телефоны есть, и у детей тем более, и для них это будет очень интересно, я по своему опыту скажу. Или, например, если даже находитесь в квартире, то тоже как вариант отдыха можно предложить тоже какой-нибудь снять интересный снимок, самый креативный снимок кота, у кого получится интереснее снять бабушку. Ну, вот такого плана. Это очень развивает детей и очень интересно. Ну, вот мы сейчас видим фотографии, я так понимаю, это ваша семья, ваш сын, да? И вы даже с фотоаппаратом вот сейчас наблюдаем. Как давно вы его приобщили к такому варианту, к такому увлечению? У нас по своей работе мы очень много ездим и снимаем, и ребенка часто берем с собой. И поэтому он в процессе того, что он видит, как мы работаем, и, я так думаю, как и все дети, повторяет. Повторяю за родителями. Ему тоже становится интересно, он тоже просит фотоаппарат и просит там позировать, снимать. Он видит, как это все делается. Светлана, вы знаете, вот мне понравилась ваша идея с такими домашними фотоконкурсами. А вот в вашем случае кто чаще всего получает главный приз? Сын или мама? Конечно, без вопросов. Вот психолог скажет, что это правильный, правильный воспитательный момент. Да, для того, чтобы привить ему интерес, единственное, он получает главный приз. Скажите, а кто вообще в вашей семье решает, где и как провести свободное время? Ребенок или все-таки вы, взрослые? Наверное, все-таки мы планируем, потому что у нас нет такого определенного графика. Мы можем в выходные работать. Иногда у нас часто работа совмещается с его отдыхом. Вот недавно мы даже на примере снимали такое мероприятие, как «Зов Полесье». Если там этнодеревня была, какие-то концерты. Ну, мы работали, а ребенок в это время отдыхал. Иногда у нас такое совмещается. А так, конечно, чаще всего мы планируем отдых. Скажите, пожалуйста, у вас есть какой-нибудь секрет, как успеть все сделать за выходные дни? И, в принципе, получается ли это у вас? Успеть отдохнуть? Да, отдохнуть, да, при этом все переделать. Ну, все как обычно, как у всех. Наверное, не получается. Наверное, такого секрета нет. Поэтому чаще всего у нас это не получается. У нас получается больше совмещать работу с отдыхом ребенка. Вот так я отвечу. Ой, ну замечательно. У нас уже отдыха, наверное, не получается. Потому что такая работа, что она постоянно-постоянно какая-то работа. И когда мы... Для ребенка отдых мы можем организовать во время работы, скажем так. А у себя уже как бы там как получается. Ну что ж, спасибо вам большое за эти советы. Удачных вам интересных креативных снимков. Присылайте, да, в нашу программу. Будем их показывать периодически. Спасибо большое. Как тебе такой вариант, Лед? Это отличный вариант. Но это то, о чем я говорила. Отдых равняется к культурному времяпрепровождению. А здесь разговор еще. Вот, например, вот Светлане могу точно... Ну, если не то, чтобы посоветовать, да, а просто сказать, что если хорошо себя кормить, да, вкусненько кормить, правильно еду, и дальше делать массажики, разрешать себе полежать в ванне, да, прогулка на свежем воздухе, там, ну и так далее, да, это было бы великолепным дополнением именно заботы о теле. Ведь, смотрите, они очень много где бывают, да, то есть, как я понимаю, за рулем сидят, устают однозначно, работа, выездная. Поэтому, чтобы их счастье долго длилось, да, вот ресурсы еще нужно добавить вот такого уровня. Вот очень важная тема. Вот ты сказала, что современные родители, они много работают, но при этом, когда наступают выходные дни, мы стремимся детям дать практически все. Начиная там зоопарк, парк, обязательно там какую-нибудь выставка, кинотеатр, ну, в общем, вечером еще какое-нибудь кафе, допустим. Вот это верный подход отдыха? Наташа, это из серии «Чтоб стомился». Хорошо сказала, да. «Чтоб стомился». В принципе, ты ответила, да, на вопрос. То есть это неправильно. Наташа, очень часто, общаясь с людьми в понедельник, да, например, с женщинами, я говорю, ну как выходные, ой, мне бы еще парочку дней отдохнуть от выходных. Это вот из этой серии. Из этой серии, да. Ты знаешь, еще есть такая тенденция нашего времени, что чаще всего с детьми больше времени проводит мама. А почему все-таки важно, чтобы семья отдыхала, ну, скажем так, вместе? Ну, это вот издержки нашей городской жизни. Издержки, когда папа где-то работает, например, там, далеко, например, где-то за пределами страны, это очень часто, или в Европе, например, да, то, естественно, мамочке приходится самой, вот, и не только очаг, да, уголечки, да, там, поддерживать, но еще и с детками. Но здесь разговор идет о чем? Ведь у нас же есть профессии, да, когда папы, там, какие-то там полярники, моряки, там, летчики, да, у них же тоже очень мало времени с детками. И поэтому этим папам что можно порекомендовать? Взять не количеством времени, да, а качеством. Например, зашел этот папа, летчик, да, и у него всего 20 минут. Пусть эти 20 минут будут принадлежать, в частности, ребенку. Семье. Семье, конечно. А где ребенок, там и мамочка потянется, да, с чашечкой кофе. И даже если у вас очень мало времени, да, мало времени, а такое, ну, мы видим это сплошь и рядом, возьмите качество. Например, ребенок, я сейчас уже захожу в подъезд, расставляй шашки, это работает великолепно, или расставляй шахматы, или доставай миллиардера, ну, это игра, это я говорю по собственному даже опыту. И ребенок в секунду отбрасывает все свои какие-то дела, даже если он зависал в гаджете, он обязательно уделит вам время. Ну, вот ты обратила внимание вопрос, который я Светлане сейчас по телефону задавала, а кто, в принципе, должен выбирать и решать в семье, где и как отдыхать, ребенок или родители? Наташа, здесь нужно просто-напросто понять. Ребенок, конечно же, пойдет по пути на меньшего сопротивления. Поверь, многие родители идут на поводу желания детей. Да, это пицца, это просмотр какого-то фильма дополнительно, и так далее, и так далее. Ну, подожди, разве не надо спрашивать у детей, как бы ты хотела отдохнуть, куда мы пойдем сегодня? Надо, Наташа, но нужно понимать, что ребенок менее разумный, чем вы, родители, чем вы, взрослые. Поэтому прогулка к речке с мячиком, где вы сможете поиграть, побегать, попрыгать, да, да, там не будет таких удобств, например, как в кафе, вам не принесут на подносике чая, а вы его нальете с термоса, гораздо полезнее. То есть, да, ребенок может сказать, ой, мне не очень хочется сидеть на голой траве, или комары и так далее. Но вот родители должны через преодоление, может быть, какое-то, да, что, возможно, ребенок еще не сформировал интерес к такому виду отдыха. Природу ничто не может заменить, Наталья. Тем более мы живем в Беларуси, где страна озер, рек, лесов. Люда, еще одна очень важная тема. Вот часто против совместного отдыха, такого семейного, протестуют подростки. Это такой возраст, да, который протестует против всего. Вот стоит ли родителям с этим бороться, когда речь заходит о выходных, об отдыхе, об отпуске, например? Ой, моя любимая тема, тема подростки. Да не надо бороться с ребенком. Почему? Потому что он сам не рад, что попал в этот период своей жизни, и будет так некомфортно. А тут еще вы будете бороться. Нужно организовывать все, как было. Например, мы едем на дачу к бабушке, или мы едем куда-то за город, или мы хотим то-то, то-то. Будешь ли ты участвовать? Имейте в виду, что ребенка через колено нельзя переламывать. Почему? Потому что он уже без пяти минут взрослый. Если вы будете заставлять его, да, заставлять именно вот как, манипулировать, не отрываясь от семьи, как ты можешь, мы на тебя надеялись, да. Ребенок вырастет сломленным, надломленным, ну, рыхлым где-то. Ну, смотри, ребенок будет постоянно в подростковом возрасте отвечать, нет, я не хочу, и сам не понимаю, может быть, почему, чтобы, как вести себя дальше? Наташа... Оставить в покое? Оставить в покое. Но что может быть вот в пункте дня, да, например, совместный обед? Что нет, я не принимаю твои, скажем так, возражения. Обед – это наша семейная традиция. Приедет бабушка с дедушкой, мы сегодня все вместе, пожалуйста, полчаса удели нам внимание, как мы тебе уделяем внимание. Это наша семейная традиция. А это не через колено? Это не через колено. Наташа, а как мы можем приучить к семейным традициям? Здесь есть момент – приучить. То есть выработать навык какой-то, заинтересовать, конечно. Ну, значит, приготовить что-нибудь вкусненькое. Конечно, что-то вкусненькое приготовить. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня у нас пятница с психологом Людмилой Тутыниной. Мы планируем отдых, мы учимся отдыхать правильно, семейный отдых – тема нашей сегодняшней программы. Хотелось бы, знаешь, затронуть еще одну очень важную, очень актуальную такую момент. Вот в свете последних событий в стране мы видим, что родители идут на митинги с детьми, и причем малолетними часто детьми в коляске. Вот, кстати, пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова обратилась на днях к родителям, которые берут с собой детей на протесты. Вот я хочу процитировать ее слова. Я с ужаса наблюдаю за происходящим и задаюсь вопросом. Родители, что вы творите? Вы носите на руках грудных детей на протесты, берете с собой ребенка на митинги, гуляете за руку со школьниками среди толпы и ОМОНа. Неужели вы не понимаете, какому удару подвергаете неокрепшую детскую психику? Вот я вот на этом моменте и хочу остановиться, поговорить с тобой. А как вот ребенок вообще воспринимает, в принципе, подобные, скажем, прогулки, и какие вот психологические последствия могут быть у ребенка после таких семейных гуляний? Ну, что хочу сказать. Тема очень серьезная, очень серьезная. И вот у взрослых, да, у них есть механизм для переработки очень многих ситуаций. Например, горя, да, там какой-то беды, какого-то тяжелого случая, да, каких-то сложных ситуаций, да. И еще у взрослых уже есть распознавание. Вот между черным и белым, да, у них очень много полутонов, да. Имейте в виду, что дети до определенного возраста еще этого лишены, у них нету полутонов, да. Черное, белое, хорошо. Или черное или белое. Другой момент, когда они видят своих родителей в каком-то сложном эмоциональном состоянии, и они не могут идентифицировать и понять, что же происходит, да. То есть они видят метущихся родителей или в страхе, или там родители там кричат и так далее. Поверьте, что у них вот это вот состояние страха, что что-то не то, да, то есть базовое доверие миру, оно будет напрочь вытравлено на долгие-долгие годы. Но что я хочу сказать? Ну, ходят эти родители, пусть ходят, работы психологом будут намного-много лет вперед. Почему? Потому что мы не получим здоровое поколение, да, которое наблюдает вот такие вот, ну, скажем так, сложные явления в нашем обществе. Людмила Тутынина, сегодня на программе «Добрый вечер, Гомель». Напоминаю, по пятницам у нас такой разговор с психологом. Сегодня учимся правильно отдыхать. Где провести ближайшие выходные, об этом расскажем далее в нашей программе. В ближайшую субботу, 12 сентября, гомельчане будут отмечать день рождения любимого города. Да, Людмила, нашему Гомелю 878 лет. Кстати, сверстная обширная праздничная афиша. Основным центром притяжения станет набережная Сажа. При этом в спальных районах тоже будет чему удивиться. Сегодня в течение ближайшего часа расскажем, где будут самые интересные площадки и проекты. Вот вы уже видите, дорогие друзья, на новом участке набережной Сажа у ресторана «Немо». А завтра в 12 часов состоится церемония открытия Дня города. После этого на набережной гомельчан ждет концерт заслуженных коллективов города и воспитанников школ искусств. А в 18.30 концертный духовой оркестр Гомеля выступит с премьерой программы «Музыка советского кино». Ты любишь музыку советского кино? Люблю. Ну а в 9 вечера на набережной будет торжественный концерт, который завершится праздничным фейерверком в 22.00. Кстати, праздничные фейерверки запустят завтра не только в центре, но и на всех районных площадках города. Ну что ж, напоминаю, что сегодня на добром вечере у нас пятница с психологом Людмилой Тутыниной. Сегодня говорим о семейном отдыхе. И вот ты затронула такую интересную тему – отдых супругов. То есть ты сказала в начале программы о том, что особенно женщина, она должна иногда отдыхать в одиночестве, оставаться одной. А вот скажи, пожалуйста, о чем говорит нежелание, например, супругов, родителей проводить вместе свободное время, детей тоже? Вот о чем говорит, когда человек категорически против всегда проводить его вместе? Привык отдыхать один? Ну, здесь идет о чем разговор? Конечно же, мы не берем какие-то там крайние, какие-то негативные проявления, да, что там какая-то там нелюбовь к своим близким. Нет, берем нам типичную семью, которая работает 5 недель. Типичная семья. Здесь разговор может идти об усталости. Первое, да, что человек настолько устает, да, что у него нет ничего внутри, чтобы он мог бы чем-то поделиться. Это первый момент. Второй момент. Возможно, человек просто интроверт, интроверт, да, вот есть экстраверты, для которых важно там, что называется, хоть на метле летать, но чтобы был какой-то движ, да, какая-то активность, причем вне семьи, вне дома. А есть люди, которые хотят проводить свой отдых, ну, например, там, на рыбалке, да, чтобы вот водичка блестела и птички пели. И рыбка ловилась. И рыбка ловилась, и была тишина умиротворения, да, или читать книжечку, или слушать какую-то музыку. Такие люди есть, их достаточно много. А можно это делать совместно? Вот организовать такой вот совместный отдых с супругом. И как это сделать, если, ну, вот, скажем, по жизни сложные отношения, например, может быть, там, поступить с какими-то принципами, может быть, как-то послушать друг друга. Ну, вот что скажете? Ну, здесь что важно, да, услышать ожидания каждого от отдыха. Ну, например, ребенок говорит, подросток, я бы хотел там ходить в пиццерию. Окей. Жена говорит, я бы хотела лежать на пляжике, мне это важно. Хорошо. Папа говорит, я хочу на рыбалку. Папа говорит, а я хотел бы, ну, если мы говорим, там, например, о поездке на море или на речку, а я бы хотел, там, допустим, на рыбалку. Ну, все хорошо, все срастается. Мы можем заехать в пиццерию, да, побыть там, потом поехать, там, на рыбалку. Потом папа рыбачит, мама лежит, там, так сказать, пузиком кверху. Нужно создать вот этот вот, как бы, прецедент для диалога. Очень часто люди не слышат, потому что они не разговаривают друг с другом, вот и все. А когда мы слышим, чего ты хочешь, то, скорее всего, мы движемся в одном направлении. Если вы живете под одной крышей, что-то же вас скрепляет, правда? И иногда даже можно подвинуться где-то, да? Можно подвинуться, однозначно. Ну, хорошо, можно сначала не идти в пиццерию, а ехать на рыбалку, потом на пляжик, потом в пиццерию. То есть объединить все эти усилия. Слушай, ну а как надо вот встраивать детей во взрослый досуг? Вот, например, как быть вот с выездами на пикник, да, вот к друзьям, где взрослые отдыхают, ну, что говорить, по-взрослому все-таки. Я очень люблю, Наташа, гулять по лесу и дохожу в свои прогулочки до речки. И там приезжают молодые люди со своими детками и привозят запахи города, то бишь шашлык, вот они жарят. И ходят эти непрекаянные дети. Дети вряд ли любят шашлык. Они, может быть, там какой-то маленький кусочек сидят, а для них это не является что-то ох и ах. Им хочется чего? Игры. Вот, так вот, неправильно, неправильно ориентироваться только на взрослую часть. Если вы едете с ребенком, мало брать ему какие-то там лопатки-копатки, да, ему нужно, чтобы он коммуницировал, взаимодействовал с вами. Значит так, едете, например, две-три семьи. Сегодня за отдых детей отвечает, например, там, семья Ивановых. Готовите все атрибуты, все реквизиты, это, там, бандбинтон, например, да. То есть то, чего в городе, в принципе, во что не поиграешь. Конечно, мячики. Воздушный змей, мне кажется. Воздушного змей запустить, да те же самые рисобалки, вот как сегодня наша Светлана говорила, фотограф, фотографии, дело. Ну вот как-то так. Дорогие друзья, напоминаю, что завтра, в субботу, 12 сентября, гомельчане будут отмечать день рождения любимого города. Гомелю 878 лет. Сегодня также рассказываем, где будут самые интересные площадки и проекты. Гомельские виноградари приглашают завтра жителей областного центра в сквер имени Громыка. С 11 утра до 5 вечера, вот практически весь день, там будет проходить четвертый фестиваль виноград Гомельщины, где можно будет не только увидеть, но и попробовать сочные сорта винограда наших земляков и узнать, что немаловажно, секреты их выращивания. Кстати, там же, в сквере Громыка, весь день в субботу будет работать город мастеров и город инклюзии. В день города завтра в Гомеле также состоится ежегодный стритбольный турнир. Знаешь, такое стритбол? Ну, что-то на слуху. Ну, вот, может посмотреть, это типа баскетбола, но с своими правилами. Место проведения турнира – площадь Ленина. Организаторы обещают такой настоящий стритбольный праздник. И приглашают всех бойлеров, всех любителей баскетбола прийти и поддержать свою любимую команду. Ну, и, конечно же, узнать, кто же в результате станет лучшей командой стритбольной командой города. Также в Гомеле завтра в день города пройдут чемпионат по бомбическому фитболу и семейная игра «Строим город вместе». Очень интересное название. Начало этих мероприятий в 17 часов на набережной Любинского озера. Ну, а еще самого сильного гомельчанина определят завтра, в субботу, 12 сентября в Гомеле на площади Ленина. Организаторы силового состязания обещают, что спортивная баталия станет самым жарким соревнованием нынешнего сентября. Давайте узнаем подробности из первых уст. У нас на связи организатор этого 11-го уже силового конкурса города Гомеля «Самый сильный гомельчанин». Это мастер спорта Республики Беларусь и многократный чемпион и рекордсмен Беларуси по пауэрлифтингу. Это Александр Мартыненко. Александр, добрый вечер. Добрый день. Очень рада слышать вас. Скажите, пожалуйста, вот согласитесь, определять самого сильного гомельчанина в день рождения города, это стало уж такой доброй традицией праздника. А как все будет происходить в этот раз? В чем особенность? Расскажите нам. Главное, что мы это уже в 11-й раз проводим. Так. В этом году у нас добавится интересное одно упражнение. У нас будут силачи перебрасывать мешок с песком через планку высотой 4 метра. Это ж сколько силы надо для этого? Ну, они же тренируются, у них целый год на это. И у нас проходит их тест, осенний тест, как они натренировали за весь сезон. Есть какой-то призовой фонд, наверное? Да, вот насчет приза, кстати, будут ли призы? Что вообще получит самый сильный гомельчанин? Ну, самый сильный гомельчанин получит абонемент в тренажерный зал «Адреналин». А, это чтобы повышать, да? Да, конечно, конечно, чтобы стать еще сильнее. Чтобы стать еще сильнее. Скажите, кто будет пробовать силы вот сегодня, скажем, завтра в этих состязаниях? Насколько вот жесткие требования к участникам в этот раз, скажем так, становятся они жестче из года в год или нет? Нет, они жестче не становятся. Мы рады всех видеть, кто хочет попробовать свои силы. По сравнению с прошлым годом мы немножечко уменьшили веса. Потому что все же ребята наши не справились с международными форматами. Поэтому мы решили коллегиально, что немножечко они должны еще потренироваться несколько лет. Поэтому сами веса понизили. Но в этом году у нас из нового, то, что мы в том году делали только для взрослых, вот, а в этом году привлекаем еще студентов. То есть у нас будет две номинаты для среди взрослых в две весовых категории и среди студентов в две весовых категории. Ну так и до детей скоро дойдем. И до женщин. А вот дети, как у нас дети в этом году тоже будут, но они проходить будут не на основной площадке, которая будет в центре, а в Новобелевском районе, на прудах у нас будет среди детей до 18 лет тоже проходить. Только оно будет уже не утром, ну там с 12 до 2, как у нас сейчас планируется, а вечером. То есть с 12 до 2 будет на площади, с 12 до 2 завтра на площади, а в Белице? Ну не на площади, а на Ланге, около главного корпуса мединститута. Так, хорошо. А вот детские соревнования, это когда будет? Завтра? В Новобелице, но они начнутся в 6 часов вечера. А где конкретно в Новобелице? Конкретно в зоне отдыха пруды. Все, понятно. Там есть зеленая зона за церковью, а там будут проходить среди детей до 18 лет. Отлично. Александр, вы знаете, у меня есть еще один для вас вопрос. Вот сегодня мы в эфире собираем такие интересные варианты для семейного отдыха. Вот что вы можете предложить нашим зрителям? Ну, как бы всей семьей... А, ну, у нас для, в принципе, для каждого члена семьи, у нас будет даже на площадке проходить интерактив по носилу хвата. И как мужчины, так и женщины смогут себя попробовать в данной дисциплине. Она называется arm-lifting. Вот. Несмотря на такое сложное название, на самом деле очень интересная дисциплина. И мне кажется, это очень увлекательное занятие. Ну, arm-это рука, а лифт-подъем. То есть вот, ну, сила подъема. Вот. И она будет проходить все 2 часа, пока у нас проходить будет турнир. То есть все желающие зрители смогут подойти и себя попробовать. Ну да. И по итогу в конце будет награжден самый сильный, который вот тоже в этой дисциплине выиграет. Александр, спасибо. Вы такие интересные предложили варианты для семейного отдыха. Дорогие друзья, напоминаю, все это состоится завтра в рамках праздника, дня рождения города Гомеля. И вот Александр Мартыненко, организатор конкурса «Самый сильный гомельчанин», только что рассказал нам подробности. Еще раз напоминаю, что завтра, в субботу, 12 сентября, гомельчане будут отмечать день рождения любимого города. Добрый вечер, Гомельчанин. Добрый вечер, Гомельчанин. Как предпочитают отдыхать гомельчане, своими идеями поделится еще один человек. Это руководитель арт-кафе на Ирининской Дмитрий Нилов. Наши редакторы дозвонились Дмитрию. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Я слышу. Очень рады слышать вас в программе «Добрый вечер, Гомельчанин». Расскажите, как вы предпочитаете отдыхать и кто обычно в вашей семье решает, где и как провести выходные дни, свободные дни? Ну, если говорить о семье, то, конечно, мнение семьи я учитываю при этом. Но, в принципе, если мне дают какое-то право на решение, где же выбрать и каким образом отдохнуть, то, конечно, я вношу какие-то предложения по этому поводу. Ну, вот пока сейчас было лето, перед нашим сентябрем, мы закрывали купальный сезон на Саже. Ну, что ж, хороший вариант. А вы можете предложить еще какой-нибудь вариант для такого совместного семейного отдыха для наших зрителей? Я думаю, что самое время выйти в лес, как говорится. Все-таки природа стала ближе, исходя из нашего смутного года. И очень хорошая возможность выйти и даже выехать в лес появилась в связи с появлением, так скажем, у нас в городе системы аренды велосипедов «Колобайк». Вот. Я наслышан об этой системе еще после столицы. И вот все хочу, что называется, дорваться, попробовать. А вы знаете, Дмитрий, неплохая идея. Но я думала, вы предложите отправиться всей семьей на литературный фестиваль, который в эти дни проходит в Гомеле. Называется он «Славянские литературные дожинки». И вот, пользуясь случаем, хочу спросить, в чем особенность этого, если не ошибаюсь, уже юбилейного фестиваля, который у нас проходит? Вы знаете, да. В выходные, пожалуй, а до выходных я все-таки предложил бы нашим телеторителям и любителям поэзии, литературы и творчества, и все, что с ним связано, посетить этот замечательный фестиваль, который в Гомеле уже является неким таким явлением. Он проводится в 15-й юбилейный раз. И в этом году все новые и новые регионы творческих людей представлены. Вот, в частности, впервые в этом году посетила Гомель Калуга, калужская писательская организация из России. Вот, а так, в принципе, гости очень именитые, гости очень знаковые из пяти регионов России, двух регионов Украины. И наши гомельские, конечно же, творцы, писатели, поэты и прозаики, художники. Вы для себя открыли на этом фестивале, открыли для себя, может быть, какое-то новое имя, новое произведение, что-нибудь лично вас впечатлило? Ну, пока еще по первому дню сказать сложно, да. Тут было большое награждение ребят, юных авторов из всей Гомельской области. Вот, к сожалению, пока с произведениями их не познакомился. Но вот совсем скоро будет честование свежих лауреатов, скажем так, областной литературной премии имени Кирилла Туровского. Вот там, возможно, мы узнаем новые яркие имена, и им изданы книги уже по итогам этой премии. Скажите, пожалуйста, в ближайшие выходные как будут развиваться события, связанные с продолжением фестиваля, с нашими литературными дожинками? Закрываем фестиваль мы 12 числа на нашей площадке Дня города, арт-кафе на Ирининской. Она состоится в сквере Громыка в 14.00. Всех ждем. И хотел еще добавить, что помимо закрытия славянских литературных дожинок, будет также выступление наших коллективов городского центра культуры, авторов арт-кафе на Ирининской. Ну и уже могу со всей уверенностью озвучить главного гостя нашей площадки. Я думаю, приятно нашим горожанам будет увидеть его снова и услышать. Это интересный композитор, лауреат международных песенных конкурсов Дмитрий Смольский. Города Минска посетит нашу площадку. Спасибо, Дмитрий. Руководитель арт-кафе на Ирининской Дмитрий Нилов поделился только что подробностями литературного фестиваля. Напоминаю, что в эти дни Гомель готовится не только ко Дню города, дорогие друзья. В областном центре проходят славянские литературные дожинки. И вот завтра заключительный день фестиваля, гала-концерт и награждение лучших поэтов и писателей этого проекта. Вот, кстати, о книгах. Людмила, согласись, осенние выходные – одно из прекрасных моментов. Время такое, когда можно действительно отдохнуть с книгой. Отличная идея. Ну, я не только позволяю, это реальность каждого моего дня. То есть у меня в дне всегда есть время для чтения. Ну, вот видишь, тебе повезло. У нас сегодня большинство, большую часть времени мы проводим в гаджетах. Вот, кстати, книга, на твой взгляд, может конкурировать с интернетом сегодня? Однозначно. Однозначно. Когда ты берешь книгу, мне кажется, что эта книга может стать для тебя рабочей тетрадией. Вот, например, как для меня. Я делаю пометки, да, могу разукрашивать эти страницы разными маркерами, чтобы потом вернуться. И такое ощущение, что ты как бы возвращаешься к диалогу не только с книгой, но и с тобой, которой ты был вчера, позавчера. Вот. Я очень люблю книги. Для меня это как таинство какое-то. Она и человек старой закалки, когда книга для нас была самый лучший подарок. Ну, вот в детстве помнишь какую-нибудь свою любимую книгу? Конечно, Денискины рассказы. Я знаю некоторые его рассказы чуть ли не наизусть. Ну, я так понимаю, что сегодня ты очень увлекаешься и следишь за новинками, за современной литературой. Может быть, посоветуешь вот что-то нашим зрителям на ближайшие выходные, с какой книгой можно действительно отдохнуть. Наташа, ты знаешь, имея культурологическое образование и прочтя, ну, скажем так, тонны литературы, к своему возрасту я пришла к какому выводу, что я хочу читать только философию и психологию, и йогу? Вот это такой специфический выбор. Вот здесь я, конечно, могу много чего нажелать. А что касается художественной литературы, где очень много эмоций, где нужно вовлекаться эмоционально, я себя от этого оградила. Хорошо, но может быть, для семейного чтения какая-то книга все-таки будет рекомендована? Ну, ориентируйтесь на детей. Ориентируйтесь на детей. Ну, например, вот как я сказала, Денискины рассказы. Вы знаете, ну, чудо и чудес эти рассказы. Или, например, там, Паровозик Ромашкина. Или для подростков очень хороши такие книги, как книга, например, Полиана. Кстати, фильм создан по этой книге. То есть то, что интересно вашим детям. Ну, а вы уже подтянитесь, потому что ребенка невозможно втянуть в вашу взрослую читаемую жизнь. И возьмешь же для семейного чтения «Мастер Баргариту» по большому счету, когда ребенку еще и нет. Ну, вот такие книги, как Полиана, вот этого уровня, они хороши. А помнишь, вот в нашем детстве одним из любимых развлечений были рисунки на асфальте? Почему были? Да, ты до сих пор рисуешь мелками, что ли? Нет, я выхожу с подъезда и вижу, как разрисован буквально, ну, вот, все пространство перед моим домом. Недавно из окна наблюдала, как папа с дочерью разрисовали, разукрасили очень красивыми такими летними пейзажами. Вот прямо вот при выходе из подъезда асфальта. И мне так понравилось, думаю, чем не прекрасное, кстати, такое развлечение семейное, именно для семейного досуга. Кстати, современные дети, несмотря на гаджеты, тоже очень любят уличное творчество. Вот завтра в Тобруши, например, на набережной реки Ипуть в 12 часов дня пройдет конкурс рисунков на асфальте. Кроме этого, юных участников конкурса ожидают также развлечения на батуте, на детской горке и даже детская рыбалка. Дорогие друзья, ну, я напоминаю, что в Гомеле завтра у нас праздничные мероприятия, посвященные Дню Города. Обычно праздник собирают у нас жители не только областного центра, приезжают гости из деревень и малых городов. Ну, как говорится, добро пожаловать, тем более, что программа праздника обещает быть разнообразной, как говорится, на любой вкус. Кстати, про вкус. Тонны вкусной еды, киловатты звука и море позитива. В субботу в рамках Дня Города в Гомеле пройдет второй открытый фестиваль мясо-моллфест. Как и в прошлом году, он пройдет на площадке возле Ледового дворца и, по словам организаторов, интересно будет всем. Вот только послушай. Среди запланированного будет веселая ферма с настоящими домашними животными, караоке-бар, дрифт-зона и танцы с трансформерами. Призы также впечатляют метровая колбаса и головка сыра. А вообще, с грандиозными планами организаторов фестиваля мясо-моллфест ознакомились наши корреспонденты. Давайте посмотрим. Мясо-моллфест второй, но я думаю, что он более крупный будет, чем первый. Будем считать, что первый – это репетиция, но по-прежнему мы оставим все то, что было ценно в нем. Это семейная атмосфера, это семейный праздник. Больше половины будет посвящена детям и для детей. Поэтому, милости просим, приглашаем всех. Еще раз подчеркиваю, это праздник семейный. Чтобы понятно было, только посадочных мест мы увеличим в три раза. Будут все вкусности, которые выпускают наши предприятия, из которых можно сделать какие-то вкусности. И молочные, и мясные, шедевры кулинарии будут все. Кстати, еще один интересный кулинарный фестиваль, но уже уличной еды состоится в День города у скульптурной композиции «Лодочник» в парке и продлится завтра с 10 утра до фейерверка, до 22 часов. Сегодня с психологом Людмилой Тутыниной готовимся к выходным и рассматриваем самые разные варианты для семейного отдыха. Вот чем мне нравится осень, это пора, обычно, открытия культурного сезона. Вот, например, Гомельский областной драматический театр уже приглашает гостей на открытие своего нового 82-го сезона. Он начнется 18 сентября. И как ты думаешь, с какой постановки «Вишневый сад»? Отлично! Классика всегда нужна нам. Этот спектакль – последняя из четырех премьер прошлого сезона. Кстати, в начале этого театрального года покажут и другие новинки. 19 сентября пройдет «Небесный тихоход», 20-го – комедия «Боинг, боинг, боинг». А 23 сентября артисты драматического презентуют то, что готовили к этому сезону черную комедию «Цианистый калий с молоком или без» по пьесе испанского драматурка Алонса Миллиана. Атмосфера этой комедии напоминает семейку Адамс. По сюжету молодой человек возвращается в родной город с невестой и понимает, что его семья что-то задумала. Юноша хочет разгадать все тайны. Пандемия внесла свои коррективы в жизнь Гомельского областного драматического театра, поэтому гостей будут рассаживать в специальном порядке. Однако артисты очень скучали по зрителям и будут рады видеть их в зале. Вынужденный перерыв в работе. Но этот перерыв был не для работников театра, а для зрителей. В это время мы все плодотворно работали, репетировали. За это только сезон, за прошлый уже сезон, выпустили четыре премьеры. Правда, не успели их нормально на зрителе показать, чтобы все увидели и нормально в прокат пустить. Но это все накопилось за время перерыва. И теперь мы очень так плотно начинаем работать. Не дожидаясь открытия сезона, артисты драматического театра начинают и гастрольную деятельность на Гомельщине. В конце октября примут участие в международном форуме театрального искусства ТЭАРТ в Минске. Кроме того, одна из постановок труппы «Рыба моей мечты» режиссера Даниила Филипповича в этом году номинирована на национальную премию. Как ты считаешь, может ли театр стать местом для семейного досуга? Или все-таки взрослый театр – это место, которое еще рано посещать детям? – Знаешь, Наташа, когда изучаю афишу на месяц, я вообще люблю театр. Я обнаружила одну очень неприятную для себя вещь. Все больше и больше в репертуаре ограничения для деток возрастной ценз. Да, 18+, а у нас детки-то и 13, и 14 лет. Поэтому очень хотелось бы, чтобы наши театры учитывали, что у нас есть подрастающие дети, которые могли бы вместе с нами ходить в театр. Вместе с родителями. А как мы их можем приучить, сделать их театралами? Каким образом? Ну вот смотри, большинство детей действительно очень любят ходить в театр и воспринимают посещение спектакля, я его даже сужу по знакомым деткам, как праздник, а потом очень долго переживают вот это вот увиденное. А в каком возрасте все-таки, вот как психолог, вот как ты можешь порекомендовать, в каком возрасте лучше всего детей приобщать к театру? Наташа, ну у нас есть кукольный театр, да? Театр кукол. Да, театр кукол, куда можно детей водить, там, по-моему, с трех лет, да, с трех лет. Здесь разговор идет о чем? О том, чтобы ребенок был, скажем так, хотя бы минимально приучен быть в обществе. Если ребенок ничится, если ребенок чужая, то есть вот эта атмосфера для него чужая, то вряд ли нужно его, скажем так, насильно вести там, где много людей. Вот. Ну, наверное, как-то так. Но что касается драм-театров, да, хотелось бы, чтобы ребенок ходил туда уже с семи, с восьми лет, да, чтобы он, ведь многие же пьесы, он может, например, там, о войне, да, там, например, о Великой Отечественной войне. Вот, кстати, да, вот как выбрать для семейного просмотра спектакли, репертуары? Очень разные сегодня. Вот на что обратить внимание родители? Ну, однозначно, чтобы там не было такого, знаете, как вот есть легкое чтиво, да, где есть там любовные треугольники, какие-то там замесы, да, там, для взрослых. Это ребенку неинтересно. А когда есть какая-то проблематика, например, там, нравственная, духовная, да, тема, то ребенку это по силам. То есть ему можно объяснить на его уровне, и он это поймет. Если Гомельский областно-драматический театр вот в эти дни готовится к открытию, то Гомельском городском молодежном театре вот именно сегодня состоялось открытие 29-го театрального сезона. Мы, конечно же, ну, не можем не поздравить с этим событием наших артистов. Вот прямо сейчас у нас на связи Елена Мостовенко, директор молодежного театра. Елена, добрый вечер. Добрый вечер, Наталья, добрый вечер, зрители. Спасибо большое. Начало сезона для нас это праздник, полный планов и надежд. И мы рады разделить его с нашими зрителями. Ну, вот мы знаем, что труппа молодежного театра, она всегда радует нас очень такими интересными, неожиданными, я бы сказала, экспериментами. Вот и сейчас гомельчане с нетерпением ждали в эти дни премьеру спектакля «Дядя Ваня». Расскажите вот немножечко об этом проекте. Что получилось? Да, мы открываемся спектаклем «Дядя Ваня». Первые два его показа состоялись в августе, и оба дня прошли с аншлагом, несмотря на внешние и объективные трудности этого года. Это очередной раз показало нам, что наши зрители нас любят, всегда ждут встречи с нами, так же, как и мы с ними. Чехов – гениальный драматург, и для каждой из его пьес приходит свой час. Несмотря на то, что пьеса «Дядя Ваня» была написана более 120 лет назад, она сейчас очень актуальна. Приходите все к нам и сами в этом убедитесь. И кроме того, поставил спектакль, простите, извините, что перебиваю, поставил спектакль «Кравченко», хорошо известный и любимый нашими зрителями по предыдущим нашим спектаклям «Метод королева красоты и урод». Скажите, пожалуйста, Елена, вот «Дядя Ваня», вот этот спектакль, он имеет какой-то возрастной цензор? С какого возраста уже можно приходить на премьеру? Возрастной цензор обозначен 14 лет. То есть можно с семьей собраться, и, в принципе, подросток может с своими родителями вместе прийти на посмотреть спектакль? Безусловно. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, можно ли вообще назвать театр местом для семейного досуга сегодня? Я считаю, что театр – это прежде всего место для семейного досуга. Мы создаем такие спектакли, которые побуждают зрителей думать, чувствовать, переосмысливать. Собственно, в этом и заключается социальная роль искусства. И в большинстве наших спектаклей нет готовых лобовых ответов на поднимаемые проблемы. Мы хотим сказать зрителям своим творчеством – жизнь продолжается, и выбор за каждым из нас. Мы ушли от морализаторства, типа, если мальчик любит мыло и зубной порошок, этот мальчик очень милый, поступает хорошо. Ну, потому что такого рода месседжи в общении с современным зрителем, особенно с молодежной аудиторией, не работают. Потому что абсолютная доступность любых информационных потоков повышает критичность восприятия людьми любых декларируемых правил. И вот семейные походы как раз в театр с дальнейшим обменом впечатлениями, мнениями, спорами, совместным поиском ответа – это очень мощная вещь, я считаю. Слушайте, ну здорово. Елена, скажите, а какие еще, скажем, для семейного просмотра спектакли в молодежном вы можете порекомендовать нашим зрителям? Вообще мы стремимся быть ориентиром хорошего вкуса, который развивается при вот таких вот театральных походах. Поэтому многие наши спектакли достойны внимания. Но для семейного просмотра я рекомендовала бы в первую очередь среди других спектакль «Фанатки». Вот как раз открываемся мы спектаклем «Дядя Ваня», а молодежная рок-комедия «Фанатки» будет показана зрителям 12 сентября в субботу в 19 часов. Ну вот это обязательно для семейного просмотра. Спасибо. Вы уже сориентировали многих наших зрителей на интересные выходные. Спасибо. Интересного вам такого творческого, духовного такого нового театрального сезона. Ну а мы будем, конечно же, следить за афишами. Семейный отдых. Тема сегодняшней программы, дорогие друзья, вот как видите, вариантов для семейного отдыха в нашем городе предостаточно. Можно пойти в театр, да, можно устроить велопрогулку, можно устроить фотоконкурс, да, как посоветовала наша телезрительница. Ну или отправиться на стадион, или отправиться вот всей семьей на праздник города. Кстати, в день города 12 сентября в 17.00 на площадке перед четвертым корпусом Гомельского медуниверситета состоится фестиваль красок. Уже традиционно под популярные треки все участники цветного праздника будут подбрасывать в небо краску самых разных оттенков. В общем, нераскрашенными с фестиваля уйти никому не получится, пообещали организаторы. Для гостей уже подготовили несколько тонн краски. Так что, дорогие друзья, не пропустите этот яркий фестиваль в день рождения Гомеля. Но все это будет происходить в нашем городе в субботу. А вот в воскресенье в это отмечаем еще один праздник, и, Люд, довольно необычный. Называется он День шарлоток и осенних пирогов. Мне кажется, отличный повод собраться... Наш праздник. Да, собраться всей семьей за праздничным столом. Ну а в центре, конечно же, такого праздничного стола в воскресенье обязательно должен быть осенний пирог. Люд, ну ты вот знаешь мою страсть к собиранию рецептов всевозможных. Но я очень рассчитываю, что ты сейчас поделишься каким-нибудь рецептом оригинальным осеннего вкусного пирога. Наташа, ну хотелось бы поделиться рецептом сибирского варианта черемуховый пирог. Но поскольку у нас здесь черемухи нет, то не буду. Есть рецепт очень хороший рябинового пирога. Пирог с рябиной? Пирог с рябиной. Это уральско-сибирский такой проект. Почему... Теперь уже и белорусский получается. Теперь уже будут белорусские. Дело в том, что на Урале, в Сибири, как вы понимаете, там холодно, там не растут абрикосы, персики, яблоки, вот такие маленькие ранетки. И люди собирают все, что растет, все, что можно пустить в ход. В частности, там, например, сушат малину, сушат черемуху, сушат рябину. Но у нас сейчас еще рябина, ее не надо сушить, она еще висит на дереве. Что можно сделать? Обыкновенное дрожжевое тесто. Да, дрожжевое тесто. Готовим. А начинка будет рябиновая. Берем рябину, берем рябину. Лучше всего ее немножко вымочить, чтобы ушла вот эта вот горечь, да? И немножко в сахаре поварить, чтобы было, ну, не как варенье, но, скажем так... Как желе какое-то получалось. Как что-то вот, да, что-то подварить, чтобы ушла горечь и дать немножко сахара. Вот, потом мы убираем весь этот сироп, да, и вот эта сладкая рябинка у нас уже готова. Она, кстати, практически не распадается при варке, она остается такой же яркой, оранжевой, и будет очень красиво смотреться в пироге. Ну, что я еще хочу сказать? Можно добавить яблоко, яблоко или грушу, то есть что-то добавить местное, кроме вот этой рябины. Вот, и выкладываем вот эту начиночку и запекаем. Сверху можно красиво украсить какими-то полосками из теста. Вот, попробуйте, очень даже и неплохо. Ну что же, да, вот именно этим и может быть заняться в воскресенье. Дорогие друзья, пятница с психологом заканчивается. Как-то все очень быстро сегодня произошло. Люда, ну вот у тебя есть возможность поздравить наш город, поздравить всех гомельчан с днем рождения города. Я хочу сказать, что я очень люблю наш город, и мне очень хочется, чтобы вот эти праздничные дни люди насладились городом, красотой этого города, природой нашего парка, насладились общением друг с другом. Вот, и чтобы все было хорошо. Ну что ж, гомель, родной наш город, мы поздравляем тебя с днем рождения, и пусть каждая семья, которая здесь живет, чувствует себя счастливой, да, и пусть гости, которые к нам приезжают, видят наш красиво расцветающий город и чувствуют здесь уют и комфорт. Хороших выходных, дорогие друзья. Это был еще один добрый вечер, Гомель с Натальей Булынец, и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова